Скандалы в дачных товариществах уже давно и никого не удивляют. Но случай, который произошел в ДНТ Аэрофлот-2, выбивается из череды банальных соседских споров. Там молодую маму, жительницу одного из дачных домов, обвинили в акте вандализма. И обязали через суд возместить ущерб от ягоды сломанной ею калитки. Но молодая женщина обжаловала вердикт мирового судьи. Зайльцовский районный суд удовлетворил нашу апелляционную жалобу. Решение мирового судьи было отменено и в удовлетворении исковых требований ДНТ Аэрофлот было отказано в полном объеме. Причиной для судебных баталий между молодой мамой и правлением дачного товарищества стал инцидент, случившийся 27 ноября 2018 года. По версии Татьяны Стародубцевой, которая сейчас проживает в подмосковном Красногорске, в то утро события развивались так. Я вышла из дома, пошла к калитке на Рокусскую переулку. Смотрю, а калитка на самом деле сломанная. То есть никаким образом ее не открыть. Татьяна даже сняла на телефон проблему, с которой столкнулась в то злополучное утро. Получается, открываю их ключом, а здесь-то они мне не дают выйти. Пожарный выезд, он засыпан снегом. Что за беспредел у нас творится, если пожар случится? Красота вообще. Вот как я с ребенком должна выходить? Я позвонила дежурной, говорю, так и так, у вас сломанная калитка, как мне вообще выйти из общества? Она предложила мне выйти через ворота, которые выходят на проезжую часть. Мне бы пришлось идти с ребенком по обочине нечищенной дороги. Татьяна посчитала, что более безопасно будет просто пролезть в образовавшуюся дыру. Я сложила коляску, обратись снова сначала ребенка, потом коляску в эту щель, порвала при этом себе куртку. Соответственно, ничего я не ломала, щель эта была создана до меня. Это обстоятельства молодой маме пришлось доказывать еще не раз. К расследованию происшествия привлекали полицию. Правда, правоохранители отказались возбуждать дело за отсутствием состава преступления. Но управление Аэрофлот-2 настаивало, что вандальные действия совершила именно Татьяна Стародубцева и подала соответствующий иск в суд. 15 ноября 2019-го по решению Фемиды молодую маму обязали заплатить порядка 11 тысяч рублей за сломанную калитку. Получается, она должна была фактически взять голыми руками за этот металл и вот так вот его на себя оторвать. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь саморезов она должна была вот так металл этот вырвать и вот так на себя поднять. Мать Татьяна Анастасия целую неделю простояла в одиночном пикете у здания Зайльцовского суда, выражая свой протест на решение мировой суди Герасченко. На женщину с плакатом обратил внимание адвокат Алексей Рябов. Мировой суд посчитал доказанным факт причинения ущерба имуществу истца моей доверительницы Татьяны Стародубцевой. Ущерб был причинен, по мнению суда, в результате прохождения через отверстие в сломанной калитке. Мы полагали, что данное решение является незаконным и необоснованным. Сейчас в дачном обществе новая калитка. Она стала антивандальной и именно за эту модификацию Татьяну ранее обязали заплатить. Наши попытки пообщаться с правлением Аэрофлота-2 и выяснить, за что же садоводы так ополчились на молодую мать, были восприняты, что называется, в штыки. Всего доброго, до свидания. Не надо меня толкать. Пожалуйста, выходите. Не надо меня толкать. Скажите, как вас зовут? Выходите. Я не имею права вам ничего говорить. Почему вы меня толкаете? Я диспетчер. Не более сговорчивой оказалась и председатель ДНТ Валентина Мясник, которая пояснила, почему семья Стародубцевых уже не первый год является в садовом обществе персоной нон-грата. Наверное, только потому, что она должница с 16-го года и все делает именно принципиально на зло всем. Это она сломала калитку. Именно она. Справедливости ради стоит отметить, что судебный процесс о сломанной калитке – далеко не первый спор между Стародубцевыми и ДНТ Аэрофлот-2. Семья фактически проживает в обществе, но все ресурсы получает напрямую от поставщиков газа, электричества и воды, а потому не считает себя обязанной платить членские взносы. ДНТ требует полностью платить также наравне со всеми членами. Мы пользуемся только проезжей частью. 185 метров от въезда с Мачищенского шоссе до нашего дома. Очевидно, что у сторон этого конфликта давние счеты. Тем не менее, определение, вынесенное апелляционной инстанцией об отмене решения мирового судьи, уже вступило в силу. В настоящий момент моя доверительница не обязана возмещать причиненный кем-либо ущерб калитке. Более того, калитка была сломана до нее, более того, она ломалась трижды, исходя из материала в дело, и это было доказано. ДНТ ДНТ